Мы продолжаем изучение поучения душеполезных Авы Дорофея. И сегодня поучение такое интересное, видите, даже название, о том, что не должно полагаться на свой разум. Конечно, название такое удивительное, вроде у нас разум есть, для чего-то дан, но Ава Дорофея говорит, не надо на него полагаться. Вот, будем сейчас разбираться, как же тогда жить, если вот нельзя полагаться на свой разум. Что здесь имеется в виду? Премудрый Соломон говорит в притчах, «Им же не есть управление, падают аки листвия, спасение же есть во мнозе совете». «Видите ли, братья, силу сего изречения? Видите ли, чему учит Святое Писание? Оно увещевает нас не полагаться на сами себя, не считать себя разумными, не верить тому, что можем сами управлять собою, ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Боге». Есть еще святая книга «Лесвица» называется. Там Иоанн Лесвич говорит, что при исходе из страны рабства, из Египта, мы нуждаемся в некой Моисеи, который будет нам путеводителем. Оказывается, из того состояния, в котором мы находимся, мы находимся, не будем забывать, состояние падшим, потому что, когда Адам и Ева приступили к заповеди, то вся природа человеческая подпала тленью, дьявол получил доступ к нашему разуму, к нашим мыслям, к нашим чувствам, и поэтому Он через разум и чувства действует на нас. Если мы будем в полноте доверять своему падшему разуму, то это как раз и будет самым вашим неразумием. «Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставников в пути Божьем». Мы с вами помним историю исхождения из Египта еврейского народа. Я помню, сколько там злоключений было, сколько чудес Божьих. И вот представьте, если бы с ними не было Моисея, который уже просвещенный был от Бога, который получал откровения от Бога и путеводил весь израильский народ, был ходатаем, молитвенником, исправлял грехи, страсти еврейского народа. И представьте, если бы его не было, как бы они, во-первых, не вышли бы вообще, а если бы вышли, то никуда бы и не пришли, все погибли бы в пустыне. Так и человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие к поступу, к денью, безмолвию, послушанию, к другим добрым делам, можно давать к богослужению. Потом усердие это мало-помалу охладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, подобно листу, иссыхает, падает, и становится, наконец, подвластным и рабом врагов. И они делают с ним то, что хотят. Несколько позже, когда мы закончим Аудорофея, я хотел бы преподать по такой книге, это из проповеди, наставлений, бесед Архиморита Наума о спасительном подходе к исповеди. Вот. И я помню эту практику, в общем-то, она состоит в том, чтобы приходящего в храм человека не оставлять без внимания, не оставлять без наставления, потому что сначала, когда человек приходит в храм, у него горение вроде есть ко всему, но потом это проходит. И, конечно, нужен наставник, который вовремя его подбодрит, утешит, направит и вновь как-то будет стимулировать его к прохождению духовной жизни, будет за него предстательствовать, молиться вместе с ним, будет помогать, то есть, чтобы не оставлять людей без попечения. А здесь пока говорится о том, что нам самим нельзя оставаться без попечения. Потом я тоже примеры приведу, как это бывает, к чему это приводит. Вот. Теперь Ава Дорофей говорит о тех людях, которые имеют наставников и имеют доброе желание им повиноваться, даже если их наставления идут вразрез с нашими привычками, нашим падшим разумом. А те же, которые открывают свои помышления и поступки и все делают с советом, Писание говорит, спасение есть во мнозе совете. Но важно, что Писание не говорит во многих советниках, как бы со многими, чтобы советоваться без разбора людьми, но нужно советоваться с одним человеком, именно с духовником своим, но советоваться много. И при важных делах спрашивать его советы. Не говорит в совете многих, то есть, чтобы с каждым советоваться, но чтобы советоваться обо всем, конечно, с тем, кому имеем доверие. И не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всем советоваться. Сейчас мы с вами, конечно же, изучаем книгу, которая составлена из поучений монахов. То есть, старец Ава-Дорофей собрал своих учеников и им объясняет. Конечно, есть свои особенности при переносе этого поучения на нашу с вами действительность, когда, во-первых, вообще оскуде преподобный, таких богоносых отцов уже, можно сказать, не стало. Над которыми раньше видели прям сияние и было видно, что человек Божий. Это во-первых. Во-вторых, мы живем сейчас не в обители, мы живем в миру, и поэтому мы все-таки изучим, но я скажу, какие особенности, как нам в нашей жизни исполнять эти поучения важны. То есть, здесь говорится в этом изречении о том, чтобы полноценно себя доверять человеку, который может нам духовно помогать. И не будет расслаблять, и не будет нашу волю, скажем так, угнетать, так, чтобы порабощать себе. Но все же будет нас наставлять, хотя не всегда по нашей воле, которая испорчена, как я сказал, но к которому мы будем все-таки иметь доверие. Такому и есть верное спасение во мнозе совете. Ибо если человек открывал не все, что до него касается, и особенно если он был обладаем худым навыком или был худым в сообществе, то дьявол, находив в нем одно какое-либо пожелание или одно самоправдание, Иисим не излагает его. То есть, ну вот, отцы священники, наверное, знают, что когда у нас люди исповедуются, просят совета, в общем, находятся в нашем окормлении, но потом решили люди, что, ну вот это не буду спрашивать у священников, причем дело важное. И утаивает, и, скажем, не желает спрашивать в этом деле, и тогда дьявол может этим воспользоваться и обмануть. Ну вот, иногда такие случаи происходят. И дальше Ава Дорофея говорит, что враг особенно усиливается, если сочетовается с праведным. Итак, лукавый злодействует, когда сочетовается с праведным, ненавидит же гласоутверждения. Представляете, все это Ветхий Завет. Нам кажется, быть может, что Ветхий Завет это просто история еврейского народа, но на самом деле, вот святые отцы говорят там все о спасении, о душевном исцелении человека. И вот Ава Дорофея нам поясняет, лукавый есть дьявол, но это мы знаем с вами, и тогда он злодействует, то есть тогда у него получается вести с нами войну. Когда сочетовается с праведным, то есть с нашим самооправданием, тогда он становится более крепким. то есть когда мы знаем, что у нас воля испорчена, у нас есть пристрастие ко многим вещам, к земным, и гораздо меньше желания молиться, а больше желания чем-то мирским заниматься, то есть воля испорчена, она не стремится к небу. А если к этому еще прибавится оправдание этой воли злой, этих наклонностей, тогда дьявол вообще сокрушает такого человека. Ну было такое, я помню на приходе один раз одному прихожану, такого старенького, он хороший очень человек, но я говорю, а зачем вы так пьете вот пиво, водку там? Он говорит, то, что моей душе угодно, для меня свято. То есть человек своей страсти оправдывает и говорит, это уже не обсуждается. То, что куда меня тянет, это уже надо делать, это не обсуждается. И, конечно, это неправильно мудрование, как раз об этом здесь и говорится, что когда человек и умом своим следует за своей падшей волей, то тогда дьявол злодействует, то есть более крепким становится. Ава Пимин, преподобный, великий преподобный, о нем очень много пишет в своем отечественнике 100 Игнатий Бринчанинов, и у него такое высокое, правильное мудрование было, и многие отцы удивлялись, которые даже себя считали великими, святыми, к нему, когда приходили, он очень сильно их смирял, и сам был крайне-крайне смиренный. Он говорит, воля наша есть медная стена между человеком и Богом. Ну, опять же, можно сказать, ну как же, это же воля наша, свободная воля, это дана от Бога, вот, и неужели надо от нее полностью отказываться, не есть ли это уменьшение значения личности, не есть ли это нивелирование личности. На самом деле, еще раз повторюсь, у нас спадшая природа, а в этой падшей природе также падшая воля, то есть, человек тянет ко многим вещам, которые не только не нужны, а еще и опасны для вечной жизни. Вот. Знаете, есть поговорка, своя воля, царя болен. И у нас, к сожалению, ну, не к сожалению, у нас по факту есть еще такая возможность противопоставить себя Богу. И вот многие, используя неправильно свою волю, идут на то, чтобы идти против Бога, идти за дьяволом. Итак, вот наша падшая воля, это медная стена. Вот. А если самооправдание поможет этой злой, падшей нашей воле, тот человек совершенно развращается. Еще раз повторюсь, может быть, это не всем, ну, бывает, может быть, мне это понятно, поскольку я это постоянно и преподаю, и изучаю в монастыре много, вам, может быть, это не всем очевидно, понятно. Еще раз повторюсь, то есть, если у нас есть слабости какие-то, если наша воля слаба в преодолении, какие-то искушения, это еще полбеды, когда у человека все-таки мудрование правильное, когда он говорит, что он немощен, что он согрешает, приносит покаяние, знает Евангелие, видит разницу между своей жизнью, поступками, мыслями и Евангелием. И тогда он стремится исправиться, такого можно исправить. Но если человек оправдывает свои страсти, если он говорит, нет, я так хочу, значит, так и должно быть. то, конечно, печально такой совершенно развращается. Есть такой великий святой Исаак Сирин, он рассказывал про себя, что он был в Ниневии епископом, правящим архиереем, но потом все бросил, ушел в пустыню. Когда спрашивали, почему? Он говорит, я старался учить людей Евангелию, и пришли однажды ко мне два брата, значит, сыновья богатого человека, он скончался, и надо было разделить имение, ну, поровну, или как завещал отец, вот, а один из них стал ущемлять права своего брата и большую часть себе забрал. Тогда решили на суд к епископу пойти, и архиерей говорит тому, кто обижал, говорит так, ну, в Евангелии же говорится, что мы должны вообще все отдать, если не можешь так поступить, ну, хотя бы поровну разделить, чтобы справедливо было, хотя бы так, по земной справедливости, вот, отлучши по Евангелию совсем. И тот обидчик говорит епископам, говорит, Евангелие оставь на потом, вот, я наставил на своем, что так надо сделать, то есть, видите, человек оправдывает свое сребролюбие, и, конечно, такого уже не убедить, раз для него Евангелие не авторитет, то такого человека уже сложно, сложно спасти. Вот, подлинно, когда оправдание соединяется с волею, это есть совершенная смерть, великая опасность, великий страх, тогда окончательно падает несчастный, ибо, кто заставит такового верить, что другой человек более его знает, что ему полезно. Тогда он совершенно предается своей воле, своему помыслу, и, наконец, враг, как хочет, устраивает его падение. Поэтому и сказал, сказано в Писании, лукавые злодействуют, и да сочетаются с праведным, ненавидят же гласа утверждения. Теперь мы знаем, что вот в монастыре принято такое действие, как откровение помыслов. То есть послушники, ну, где каждый вечер, где-то там, может быть, раз в несколько дней вечером на вечернем праве, или там, или просто приходят к духовнику, или к игумену бывает, и открывают свои помыслы. То есть о чем они думали, к чему стремились, может быть, какие страсти появлялись, и открывают свои помыслы. Вот, дьявол это ненавидит. Прежде чем вопрошающий о полезном начнет действовать по данному совету, прежде, нежели враг уразумеет, исполнит он или не исполнит слышанное. Враг ненавидит уже то самое, чтобы спрашивать кого-нибудь или слышать что-либо полезное. Самый голос, самый звук таковых слов он ненавидит и отвращается от них. Поясню немножко. То есть враг вкладывает плохие мысли человеку, что надо вот это исполнить, чему-то тянет греховному, и вдруг он замечает, что человек этот ощущает себе вот эту страсть, и он пошел спросить своего наставника, как поступить. И дьявол еще не знает, как, что ответит наставник, дьявол еще не знает, исполнит ли этот совет вот этот послушный человек, но уже дьявол ненавидит вот это откровение и ненавидит голос наставника. И знаете, может кто-то на себе ощущал, не только дьявол ненавидит голос наставника, но даже сам человек, который находится в страстном состоянии, в гневном, для него тоже ненавидит голос наставника. Прям такая ненависть. Вот, если тапочки стоят наставника, то ученик может отпунуть тапочек, чтобы подальше летел. Такая вот ненависть бывает к наставнику, дьявол такую ненависть внушает. Почему дьявол ненавидит откровение, когда открывает свои помыслы, когда исповедь идет? Он знает, что злодейство его обнаружится тот час, как только станут спрашивать и говорить о полезном. И ничего он так не ненавидит и не боится, как быть узнанным, потому что тогда он уже не может коварствовать, как хочет. ибо если душа утверждается тем, что человек спрашивает о себе и слышит от кого-либо опытного, это делай, а сегодня делай, это хорошо, это нехорошо, вот, и слышит теперь не время сему, а иной раз, а теперь нужно это делать, то дьявол не находит каким образом повредить этому послушнику. То есть он всегда все спрашивает. Дьявол внушает ему, так, пойди-ка вот с этим попразднословь там, вот, а послушник, мы помним про Досифея, когда читали, дьявол вкладывал помысел, как хорошо ты стелешь постель, ну, тщеславный помысел, а тут мимо его наставник проходит, Дорофей, и тогда Досифея спрашивает, Ава, вот у меня такой помысел есть, что я хорошо постель постилаю, вот, и тогда Дорофей ему говорит, о, великое дело, чудо, ты научился постель постелать, ты хороший постельничай, значит, а хороший ли ты послушник, и тем самым дьявол уже ни с чем уходит, не смог он в тщеславе никак повернуть Досифея, потому что он все время с простотой открывал свои мысли своему наставнику, и так, спасение есть во многом совете. Вот, здесь дальше Ава Дорофей вспоминает случаи, ну, видимо, ему рассказывали, а мы с вами читали это в Отечнике, когда Ава Маккарь один раз подходил к монастырю, смотрит, дьявол идет, а преподобный он не боялся, он очень смиренный был, святой человек, что дьявол, куда идешь? Иду в монастырь, а что ты несешь такое в тыквицах? А это разные кушания, у меня там много братьев в монастыре, и я каждому свое, кто что любит, то есть по страстям, одному это влагаю мысли, другого к другому действию тяну, и вот для каждого у меня приготовлено особое угощение. И Маккарь спрашивает, ну, а как там братья живут? А дьявол отвечает, ну, так, борются со мной, конечно, но один у меня зато друг есть, он, как я только приду к нему, мысли влагаю, он как мотовила вокруг меня вертится, доволен такой. Вот, тогда Маккарь понял, что один брат в погибленном состоянии находится. Пришел в монастырь, вот, со всеми побеседовал, потом нашел того брата, и говорит, как поживаешь, брат, ну, то есть, как твоя духовная жизнь? Вот, он говорит, хорошо, твоими молитвами я живу отлично, все хорошо. Точно хорошо? Помыслы не борют? Нет, нет, помыслы не борют, все хорошо, отлично. То есть, он даже не хотел открываться. Ну, тогда Ава Маккарь, он очень был опытный, человек, как духовник, и он говорит, да, ну, хорошо тебе. А я вот, знаешь, я уже старенький, говорит, а вот столько нечистых помыслов приходит, даже не знаю, что делать, такие беда у меня прям. Вот, а тот послушатель говорит, да, и у тебя тут, и у меня тоже, знаешь, я вот неправду сказал, что у меня нет помыслов, тоже у меня нечистые помыслы приходят. И таким образом Ава Маккарь, вот, привел его к исповеди, к покаянию, и говорит, брат, спасайся, держись, нельзя так врагу послаблять, ну, тот стал вести правильный образ жизни. И потом однажды еще встречает Маккарь этого дьявола, ну, как у тебя дела, как тот брат, вот, и дьявол говорит, такой раздраженный, весь недовольный, говорит, этот брат, он хуже всех стал, вообще развратился, говорит, меня к тебе не подпускает, все молится и молится, вот, вот, что значит откровение и доверие к наставнику, то есть даже человек, который уже погибал, но если он доверился наставнику, то спасся глазом утверждения, то есть голосом наставляющим. И вот Ава Дорофей говорит, что многие отцы учат, говоря, что по той причине совершилось падение монаха или по другой причине, а я вам говорю, что единственная причина падения монаха, это следование самому себе, то есть исполнение своей падшей воли. Видел ли ты падшего, знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее всего. Вот, дальше он говорит, что Бог меня сохранил от этого самоволия, потому что у меня был наставник, старец Иоанн Пророк, это великий святой, ученик в Арсенуфе Великого, а над ними видели, знаете, сияние такое над головой, то есть им люди, монахи доверяли руководство с обоим. И вот Ава Дорофей говорит, ну мне так Господь свою милость дал, я у них был послушником, и я всегда имел возможность у них все спрашивать. И один раз случится, что-то надо решить. Помощь мне говорит, поступи вот таким образом, Ава Дорофей говорит, надо пойти старца спросить. Помощь он говорит, что ты будешь беспокоить старца, у него столько дел, ну поступи его так. Вот, тогда, вот, старец, Ава Дорофей говорит с моим помыслом, анафема тебе и рассуждению твоему, и разуму твоему, и мудрованию, и знанию твоему, ибо тот, что ты знаешь, это от бесов. То есть, он этим помыслом так отвечал. Потом шел, вопрошал старца, ну иногда получалось действительно так, что старец отвечал то же самое, что и помысл говорил, и тогда помысл такой торжествует, как бы. Ну видишь, что ты беспокоил, я же тебе то же самое говорил, надо было так сделать, и все. Ава Дорофей отвечал, что теперь это я услышал от старца, это от Бога, а то, что ты говоришь, это все самоволие. И тогда Ава Дорофей говорит, поверьте мне, братья, я был всегда в таком покое, мне так всегда спокойно было на сердце. Даже я когда читал в Писании, что многими скорбями подобает вам войти в Царство Небесное, я беспокоился, как так, тот, кто спасается, он должен скорби иметь, а мне скорбей не было, может я погибаю. И пошел, спросил у своего наставника, Ава Иоанна, и тот ему отвечает, не скорби, ибо каждый, предающий себя в послушание Отцам, имеет всей покой и без печали. Я помню тоже как-то духовнику своему отцу Серафиму говорю, еще был молодым иеромонахом, говорю, батюшка, что-то ни скорбей нету никаких, ни болезней, как-то спокойно так, что-то может не то. Он тоже сказал, ну ты же, слушаешься, ну стараюсь, ну тебе не надо ни болезни, ни скорбей, все идет как надо. А один раз я говорю, я говорю, что-то я говорю, все хуже и хуже становлюсь, не пойму, что происходит. Раньше таким был, сейчас хуже уже. Он говорит, отец, если ты увидишь, что ты стал лучше, это уже плохо. А так, что ты начинаешь себя видеть, вроде, хорошо. Дальше советую. Итак, научитесь и вы, братья, вопрошать, научитесь не полагаться на сами себя, не веря тому, что вам говорит помысел ваш. Хорошо смирение, в нем покой и радость. К чему напрасно сокрушать себя? Нельзя спастись иначе, как всем образом. То есть, смиряться всегда. Я вам говорил, что есть книга преподобного Аллы Макария Оптинского. Вот она. Очень хорошая, очень такая, знаете, умеряет душу. Называется «Смирение заменяет все». Это из писем преподобного старца Макария Оптинского. Вот такая книга. Конечно, отсвечивает сильно. Вот. «Смирение заменяет все». Наверное, зеркальное еще к тому же. Вот. Ну, ладно. Название я вам сказал. Вот. Но, конечно, возникает вопрос. Ну, хорошо, конечно, когда у тебя твой старец, такой святой человек, как вот у него, да, у Авадорофея был. А вот если нету? Авадорофея отвечает. Даже тогда были такие случаи. Не только сейчас, когда в Скуде преподобный. Ну, и тогда. Если кто не имеет человека, которого он мог бы вопрошать, то что он в таком случае должно ему делать? Правда, если кто хочет истинно всем сердцем исполнить волю Божию, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит по воле своей. Поистине, если кто направит сердце свое по воле Божьей, то Бог просветит и малое дитя сказать ему волю свою. Был случай в Отечественнике описан, когда один старец, видимо, у него уже скончался наставник, наверное, и он не знал, у кого спросить относительно того, вот в его состоянии, сколько сейчас нужно кушать. И он помолился Богу, потом видит, один мальчик идет маленький, и он спрашивает, говорит, как ты думаешь, вот если мне утром захотелось кушать, что делать? Мальчик говорит, ну покушай, а если потом еще захотелось, еще раз покушай, ну потом еще покушай, а если третий раз в день захотелось? Тогда старец говорит, ты что осел? Ну, грубо выглядит, но видимо там как-то было так, что не от непонятливости, а что осел много ест, видимо, что тебе хватит. И тогда старец говорит, значит нужно два раза в день кушать, сделал вывод такой, мальчуган подсказал. Ну как же быть нам, кто сейчас в миру находится, советоваться можно. Конечно, сейчас, если нет таких преподобных старцев уже, то как Нил Сорский поучает, в этом случае как быть, и его слова приводят что Игнатий Бринчанинов, надо советом жить. То есть спросил у священника, у такого человека, который ты считаешь опытного человека, он сказал совет, ты сверяешь его со священным писанием, со священным преданием. Если видишь согласие, то можно исполнять. Если ты видишь, что где-то разногласит совет со священным писанием, преданием, тогда можно об этом же у него и спросить. Скажем, батюшка, простите, немножко смущаешься, кажется, здесь вот так надо поступить, а вы так сказали, как-то можно понять, объяснить, но со смирением все равно. И Господь уже вразумит, тогда не будут уже ошибки. Вот. Матушкам, конечно, надо у своего батюшки сначала спрашивать совета, смиряться перед батюшкой, и Господь будет вразумлять главу семейства, и он будет уже правильно говорить. А если вот, супруга так в ропоте находится, ничего не хочет слышать, конечно, тогда Господь будет ее смирять через ошибки самого главу семейства. Вот. Поэтому и сейчас так тоже можно жить, своему разуму не доверять нельзя, вот, общаться с более грамотными людьми, более авторитетными людьми. Конечно, в идеале должен быть у каждого духовник. И я не всем понимаю, людей, которые православные, вроде, а духовника нет. Это странно как-то. Человек понимает, что он больной, а врача он не ищет даже, и у него нет врача, и он даже не ищет его. Конечно, должен быть всегда человек, но сейчас, в связи с тем, что есть связь, коммуникация, конечно, человек может даже за тысячу верст находиться, можно и позвонить, спросить, вот, руководствоваться можно такими людьми. А священникам, в свою очередь, скажу, что мы не можем сейчас решать, мы не старцы, какие-то такие судьбоносные вопросы людей, и решать их жестко как-то. Я помню, когда я служил в одном храме, где четворные иконы были, а люди почему-то думали, что около четворной иконы и четворные старцы находятся. А мы еще там молодые были, и вот они спрашивают, вот я сама из Кемерово, как вы думаете, вот мы живем, я, муж, там, моя мама, дети, в школу ходят, как продавать нам дом в Кемерово, приезжать сюда в деревню, в Сибирскую. Я говорю, это ж, я не могу такие вопросы решать, говорю, вы семейным советом соберитесь, кто домочадцы есть, совершеннолетние, вот, все обсудите, нюансов очень много, и сами решайте. Такие вопросы, священник, не надо подходить, это вопрос больше житейский. Но, однако, если вот одна девушка спросила, можно ли оставаться на такой работе или увольняться, работа состояла ее в том, что у нее 24 телеэкрана, и она должна смотреть, чтобы не прерывалось кабельное телевидение на каждом канале. Ну, и когда я спросил, там плохие вещи показывают, она говорит, да, я говорю, ну, конечно, надо увольняться, тут уже, что другое посоветуешь. Или женщины, которые там танцовщицы в различных местах тоже, и, конечно, таким уже можно быть уверенным, говорить, что это, конечно, не по западу, против Евангелия, надо, конечно, увольняться. Вот. В общем, краткий вывод, конечно, так, в конце вот Аввадорофия так пишет, пожелания братьям. Он говорит так, «Господь Бог да покроет нас от бедствия, постигающего тех, которые уповают на самих себя, и да сподобит нас держаться пути отцов наших, благоугодивших имени Его». Ну, то есть, которые сами жили в послушании. Ибо ему подобает всякая слава, честь, в плане, во веки веков. Аминь. Если мы будем узнавать, как люди святыми становились, можно на общинские старцы посмотреть, их жития почитать, то мы видим, что послушники, будущие старцы, они пребывали в послушании, отсечении своей воли. и постепенно, когда человек привыкает свою волю отсекать, то ему потом открывается уже воля Божья. Опять же, в наших условиях, как поступать, административно оказывать послушание, даже когда вроде бы не верится, что это так. Есть люди поумнее, есть у них благодать, соответственно, благословение управлять нами. Будем их слушаться, и тогда избежим. Даже, я говорю, иногда наш мозг говорит, что так невозможно, это не должно так быть. Не торопиться и не поступать категорично, а все-таки посоветоваться. Можно с одним, со вторым, хотя и говорит, что не надо со многими советоваться. Но это имеется в виду относительно своих личных. Допустим, у вас есть духовник личный, а вы еще у других много-много спрашиваете. А когда какие-то дела, решать, как поступить, в том или ином случае, можно с несколькими наши священники могут благочинному позвонить, по-доброму так посоветоваться. И Господь даже за это, вот видите, как дьявол ненавидит, когда человек советуется. Даже за то, что мы позвоним благочинному, спросим у него, вот, то Господь вразумит и его, и нас, как поступать в этом случае. Я даже с младшими советую всегда, вот со священниками советую, где как поступить, и очень часто так поступаем. Так что, я думаю, что это поучение надо принять нам к сведению, к исполнению, есть такая резолюция, принять к исполнению. Вот, будем стараться, и с Божьей помощью, значит, пусть дьявол это ненавидит, а нам это все-таки нужно для спасения. Вот, ну, время вышло, дорогие отцы, братья, сестры, вот, поделился я тем, что прочитал. В среду всех приглашаю, также, на занятия, разошлю объявление, вот, всем вам, вашим семьям, желаю мира, Божьего благословения. Спасибо, Господи. Господи Владыка, благослови тебя.